Вот сегодня мы попробуем с вами плоскость запастить. Преподаватель информатики Ксения Мельникова хочет научить детей мыслить нестандартно. Свой открытый урок участница конкурса «Учитель года-2019» посвятила электронным таблицам, с помощью которых, оказывается, можно не только считать. С помощью электронных таблиц можно, например, нарисовать картину. Есть известный японский художник, который очень этим увлекается, и у него очень красивые картины. Есть фанаты, я бы так сказала, дела своего, которые даже клипы с помощью электронных таблиц создают. Информационные технологии теперь обязательное средство на любых уроках. Так дети быстрее усваивают материал. Но за компьютер на занятии можно посадить всего на 15 минут, таковы нормы. Поэтому мел и доску он не заменит, да и идут за учителем. Вот она эта фотография, когда я стала победителем. А это вот все наши учителя. Генриетта Татарникова победила в краевом конкурсе «Учитель года» в 1994. Тогда она впервые использовала интернет-технологии на уроке, обогнав процесс лет на 15. Но ухау, правда, не оценили. Тогда никто меня не понял. Сказали, как это вообще возможно. И это нереально все. В нашей секции победу присудили человеку, который привез на конкурс арбузы и карточки, раздаточные материалы. Учителя биологии признали лучшие лишь на краевом уровне. И подарили черно-белый телевизор. И это еще хорошо. Кому-то в 90-е дарили книги, а кому-то трико. Теперь победители вручают 300 тысяч рублей губернаторской премии, 200 тысяч за участие во всероссийском конкурсе и присуждают высшую категорию, которая позволяет получать более высокую зарплату, а еще компьютер и путевку в санаторий. Но главная награда – опыт и профессиональные связи. В один голос говорят победители всех лет. Ты взвешиваешь себя по отношению к другим. Ты понимаешь, что если у себя в районе ты звезда, то здесь ты сразу как-то немного стушевываешься, понимаешь, что рядом люди, которых вообще, может быть, считаешь великими. А потом понимаешь, что надо идти, делать шаг вперед и сам становишься в ряду тех, кто вчера еще был твоим кумиром. Другой уровень, другое ощущение. Юрий Абдулаев стал сначала директором школы, а потом и руководителем профсоюза. Но дорога одна – учиться всю жизнь. И у преподавателей тоже есть доска почета. Вот они, лучшие. Всего 16. Все они доказали свои знания на краевом уровне, а вот в Москве почему-то алтайские учителя ни разу не стали первыми. Там, на финале, это не только прекрасный учитель, это еще и исследователь, это еще и ученый. Потому что фактически там всегда, каждый год встречаются методики обучения детей. Поэтому здесь у нас еще есть потенциал, который мы будем наращивать. Доказать свои знания Ксении предстоит уже на следующей неделе. Таких, как она, 24. Участники конкурса презентуют занятия, покажут, какими они владеют технологиями и представят свое педагогическое кредо. Итоги подведут 22 марта. Большое жюри определит победителя из шести лауреатов. Лучший в крае отправится на конкурс в Москву, где, будем надеяться, наконец прозвучит имя победителя страны с алтайской пропиской. Евгения Даровская, Дарья Эдемиллер, Алексей Фризин, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова